Добрый день всем! Сегодня готовлю простой рецепт праздничной колбаски. Готовить ее буду из свинины. Эту колбасу также можно приготовить из другого мяса. Мясо нужно использовать с большим процентом жирности, минимум 30%. Мясо нарезаем кубиком мелким. Часть свинины я топориком хорошенько порубила на доске. Где-то, наверное, грамм 500. Это для связки, чтобы меньше было воздушных пустот в колбасе, когда мы будем ее наполнять. Обязательно нужно такое мясо, чтобы оно было мелко порубленное. Вот эта часть у меня. Для удобства перемешивания я перекладываю в большую емкость. Всего у меня 3 килограмма. Это мясо вместе с грудинкой. Добавляю специи. Чеснок, мелко порезанный или выдавите через пресс. Соль, черный перец молотый, сахар и тимьян. Можно добавить любые специи, какие вам больше всего нравятся в колбасе. И добавляю воду. Где-то процентов 10 от объема мяса можно добавлять воду. Воду охлажденную или со льдом. Вымешиваем очень хорошо, чтобы вся вода у нас впиталась в мясо и мясо стало однородным. Один из самых важных моментов, чуть я не упустила. Если у вас есть коньячок, можно добавить коньяка грамм 50-60. Теперь можно накрыть крышкой и поставить его помариноваться некоторое время. Минимум часа на 2. Так как кусочки у нас маленькие, мясо промаринуется очень быстро. Если у вас есть время, оставьте на ночь. Колбаска будет еще вкуснее. Встретимся с вами позже. Мясо для колбасы я заложила в чашу пресса. Вы можете использовать самую обычную мясорубку с насадкой трубочка. Насадку нужно обязательно хорошо протереть растительным маслом. Оболочку я использую свиную. Она где-то ориентировочно 35 мм, может быть плюс-минус 1-2 мм. И я ее покупаю соленую, готовую. Я ее только промываю. Кончик оболочки я оставляю свободный, чтобы выходил лишний воздух. И наполняю ее мясом. Я завязываю конец оболочки. Когда вы соберете колечки, нужно обязательно в двух местах скрепить или в трех местах кулинарной нитью, чтобы у нас колечки не распадались. И иголкой нужно сделать несколько проколов, чтобы оболочка у нас не лопнула при запекании. Форму для запекания я слегка смажу растительным маслом. Перекладываю сюда колбаску. Ставлю колбасу в духовку. Духовка у меня разогрета. И выпекаться она будет ориентировочно около часа. Встретимся с вами позже. Колбаска готова. Бесподобная. Очень ароматная и румяная. Сейчас давайте пробовать ее. Вот такая колбаска в разрезе получилась. Здесь достаточно жирка и достаточно мяса. Очень вкусная, сочная колбаска. Если вы приготовите вот такую колбасу, ее можно подать как горячее блюдо к новогоднему праздничному столу. Я думаю, вы очень удивите своих гостей. Когда эта колбаса остынет, ее можно будет нарезать тонко для мясного ассорти праздничной тарелки и также для бутербродов. Вкусная и аппетитная колбаска. Готовьте с удовольствием. Душа